Приветствую вас! Я хотел бы сразу сказать, что своих коллег по, так сказать, цеху я поддерживал. В том плане, что то, что они говорят, это в общем и целом правильно, в общем и целом это справедливо, что они говорят вам. И, собственно, мне представляется ситуация такой, что действительно у вас есть беспознятный страх, который не позволяет вам двигаться дальше, не позволяет вам меняться, не позволяет вам актуализировать свои ресурсы. Мне кажется, что в этом мои коллеги правы. Но, ваша цель, которую вы себе поставили, она, к сожалению, сама по себе является несколько деструктивной. Я поясню, по какой причине она является деструктивной. Вы говорите о том, что хотите заработать сумму и уехать на, ну, значит, уехать за новую жизнь. Вот. Это прямо вот цитата из того, что вы написали. Так вот. Человек обычно хочет уехать за новой жизнью, тогда, когда его не устраивает жизнь старая. Ну, или текущая жизнь, если угодно. Текущая жизнь человека не устраивает, ну, или может не устраивать по ряду причин. Вот. И причины, и проблем, как правило, своих. То есть, причина, по которой вы хотите уехать за новой жизнью, заключается в том, что вы не принимаете свою жизнь текущую. Она не является для вас гармоничной. Она не является для вас той, что вы хотели бы, возможно. И вы чувствуете неудовлетворенность своей жизнью, живя так, как вы живете сейчас. И через новую жизнь, скорее всего, вы надеетесь решить те проблемы, которые, ну, вот, у вас есть. Так вот, только вся в том, что не решите. Потому что в новую жизнь вы принесете себе свои проблемы. В новую жизнь вы принесете старые проблемы. Поэтому я не думаю, что имеет смысл бежать от своих проблем в новую жизнь. То есть одно дело, если вы хотите просто что-то поменять. Это одно. Но в этом случае, конечно, можно и стоит делать то, что вы, ну, то, что вы хотели бы. Можно и стоит. Но вот убегать от своих проблем, от самого себя явно не стоит. Поэтому мне кажется, что здесь нужно всё-таки работать именно над тем, что вы хотите и почему. Это первое. Второе. Второе. Как вы написали, что, значит, есть у вас чёткая цель, да? Есть у вас чёткая позиция по вопросу, да? То есть вы знаете, что нужно, вы знаете, как нужно. Вот. Но делать, соответственно, вы для этого ничего не хотите. Вот. То есть, ну, не делайте вы того, что нужно делать. Ну, вот. То есть, грубо говоря, вы отвлекаетесь от, значит, задачи. И, как это не парадоксально звучит, да? Как это не парадоксально звучит. Но вы не можете сделать то, что нужно, потому что вы хотите чего-то другого. Вы хотите чего-то другое. У вас есть какие-то недоверщённые дела, которые, по-видимому, и определяют то, что вы делаете. То есть, недоверщённые дела, они требуют своего внимания, недоверщённые дела, они требуют энергии, а вы этого, соответственно, не даёте этим самым недоверщённым делам. Вот. И из-за этого, собственно, вас они и простаивают. Так вот, вам необходимо проследить, что отвлекает. Не подавлять это. Не подавлять. А смотреть, что отвлекает. Что именно мешает вам и почему. Что именно блокирует и почему. Какие желания кроются за этими аспектами вашими. Именно какие желания. То есть, что хочется. Понимаете? Начать новую жизнь – это здорово. Это хорошо. Это великолепно. Это отличная цель. Но помимо неё есть ведь, наверное, что-то ещё. Помимо этого есть, наверное, какие-то ещё желания у вас. Раз вы не делаете того, что нужно. Понимаете? Вот. И дабы не превращать то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь, в борьбу. Да? Постоянную борьбу. Нужные цели. В кавычках нужные цели. Потому что, ну, понятно, что цель, она, если она нужна, да? Вот. Что она не в кавычках нужна. Вот. Она действительно нужна. И сомнений в том, что она нужна, не остается ни у кого. Вот. Человек просто берёт и делает. А если у вас такая история, что вы не делаете, значит, эта цель, ну, видимо, вам не нужна, либо есть что-то ещё нужнее. Вот. Поэтому не превращайте в свою жизнь борьбу. Не превращайте в свою жизнь борьбу, постоянную борьбу того, что нужно, с тем, что хочется. Вот. Предположим, предположим, просто предположим, что вы действительно стремитесь к безопасности. своей. Ну, вот. Сеть. Вот эта вся история. Ну, вот. Значит, предположим, что это так. Если вы действительно стремитесь к безопасности своей, то нужно обратить на это самое пристальное внимание. Если вы стремитесь к безопасности, ну, наверное, в таком случае есть нечто, что безопасность вас лишает. Если вы стремитесь к безопасности, значит, есть что-то, что в безопасности чувствовать вам себя не даёт. И это тоже нуждается в корректировке с вашей стороны. И вообще-то говоря, вообще-то говоря, это нормально ведь, когда человек, испытывая чувство тревожности, например, или не имея возможности быть в безопасности, а к ней стремиться. Это ведь нормально. Я не думаю, что вы будете с этим спорить. А значит, значит, ваше тело, ваше подсоснание демонстрируют вам проблемы, насущные проблемы. А вы, вы эти проблемы игнорируете. По факту. Вот. И игнорируя эти проблемы, вы, ну, сами видите, к чему это, по сути дела, приводит. Приводит это только к тому, что вы себя истощаете, обвиняете, мучаете, вините и так далее. И вот уже эти аспекты, то есть то, как вы, грубо говоря, ну, как вы действуете в конфликтной ситуации, как вы реагируете на нее, как вы реагируете на себя, вот. Как вы реагируете на то, что хотите, ну, на то, что важно вам. Вот. Это уже идет из родительской семьи, конечно. Вот. И разбирать вам нужно именно это, именно родительскую семью, отношения в ней. Как, например, в вашей родительской семье относились к тому, что вот вам, ну, вам или и вообще любому человеку хотелось что-то для себя, например. Как вы родительской семье относились к тому, что кому-то могло захотеться что-то сделать, не то, что, ну, грубо говоря, было нужно и необходимо. Вот. Как реагировали члены вашей семьи на эти проявления? Считали ли они, что происходит что-то плохое? Считали ли они, что, ну, так не должно быть, например? Если да, то как вы к этому относитесь, ну, относитесь сейчас? Понимаете? Вот. Мне кажется, что вот подобные аспекты нуждаются в проработке обязательно. И более, более ценностным отношениям, а не в таком, как это вот у вас и сейчас. Да? То есть, когда вы игнорируете то, что вам пытаются подсказать ваше сознание, подсознание, точнее. Дальше, значит, следующее, на что нужно обратить внимание. Это на выгоду. То есть, какая для вас выгода в том, что вот сейчас происходит. Конкретно для вас, конкретно для того, что делаете вы, для того, с чем занимаетесь вы, какая конкретно выгода. Вторичная выгода. Понятно, вторичная выгода. То есть, на первый взгляд, вы вообще ничего не получаете от того, что вот у вас такая ситуация складывается. Но, тем не менее, выгода есть. Вот. Вы пишите им. Цель висит. Знаю, что нужно, но подумаю, что бы сделать лучше, как, конечно, уходил в соцсети и интернет. Ну, во-первых, очень здорово, что у вас есть возможность уходить в соцсети и интернет. То есть, это как бы тоже стоит денег. Начнем с этого. Второе. Если цель висит, а так ли она вам нужна, эта цель? Если она именно висит, может, она и не нужна вам совсем? Может, цель висит не так важна для вас? Кто знает? Понимаете? Какая история. Вот. Ну, если она висит, понимаете? Если она висит, цель. Какая история. И поэтому, мне кажется, что вот здесь со всеми этими моментами нужно разбираться. Потому что как-то у вас всё это не однозначно. То есть, есть современные средства напоминания, да, есть современные средства напоминания о том, что нужно делать. Но, вот. Но сама цель ваша, она несколько подразлична. Именно в том плане, что напоминает побег. И если это действительно побег от себя, то в новой жизни ничего хорошего у вас не будет. Будет только разжирование и боль. Соответственно. Вот. Поэтому я предлагаю смотреть именно в корень проблемы. Их у вас несколько. Первое, это вот, что я сказал, образование цели. Второе, это вот, безопасность, ощущение безопасности, что за ним стоит. Третье, это отношение к себе, к своим желаниям, вашей степенью осознанности. Вот. Ну и четвертое, что может быть, это родительский сценарий, который симулирует вас на то, чтобы вы были таким вот несчастным. То есть, ну, не реализовавшимся, скажем так. Вот. Со всеми этими вещами и нужно работать. А миф о том, что есть какая-то мотивация, есть какие-то способы для того, чтобы появилось желание что-то делать. Это миф. Это оставьте. Оставьте в этом нет никакого вообще смысла. В этом нет абсолютно никакого, ну, никакой пользы, никакого практического применения этому нет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!